Вот уже три десятилетия Чернобыль ассоциируется с крупнейшей за всю историю человечества техногенной катастрофой. 26 апреля 1986 года от взрыва реактора на атомной электростанции пострадали сотни тысяч людей. В ликвидации последствий Чернобыльской аварии участвовали и берчане. Поэтому для нашего города эта дата имеет особенный смысл. Несколько лет назад инициативная группа во главе с председателем Союза Чернобыль города Бердска Рахимом Инамовым вышла с предложением к администрации установить памятник ликвидаторам катастрофы. Муниципалитет выделил один миллион рублей. Собрать недостающие средства чернобыльцы надеются с помощью областного бюджета и предпринимателей города. На днях в Рощино против ДК Родина установили камень, предполагая, что через год на этом месте уже появится памятник. Для того, чтобы закрыть вот эти чернобыльские катастрофы, люди отдали свои жизни. В 1986 году кто участвовал в ликвидации последствий, среди нас уже давно их нет. В честь этих ребят мы решили здесь установить памятник, потому что среди этих ребят есть и берчане, которые уходили отсюда. На ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы из Бердска было призвано около 300 человек. Выжившие участники и родственники погибших пришли сегодня на торжественную церемонию открытия закладного камня. Но мне хочется от имени берчан, от имени ветеранов Великой Отечественной войны сказать спасибо нашим чернобыльцам, которые открывают вот этот знак памяти погибшим, памяти тех, кто не вернулся с той катастрофой. И хочется пожелать всем нам и особенно чернобыльцам, чтобы они еще долго-долго жили. Последствия аварии были бы намного страшнее, если бы не самоотверженность и героизм ликвидаторов последствий катастрофы. Благодаря их смелости и профессиональным действиям удалось предотвратить заражение радиацией огромных территорий и спасти миллионы человеческих жизней. Майор в отставке Берчанин Виктор Погудин в мае 86-го был направлен в зону чернобыльской катастрофы в качестве штурмана вертолета Ми-8. Почти две недели летчик работал в зоне катастрофы. Каждый день приходилось выполнять замеры радиации над реактором, брать воду, грунт на различных участках 30-километровой зоны, вывозить рабочие группы, оперативную группу возить. После 10 минут висения над реактором мы получили дозу 8 рентгенов. На самом деле эта доза была, может быть, даже и выше. Но все принимающие участие в спектральном анализе с Ленинградской академией ядерной физики сказали, что этой радиации им хватит на всю оставшуюся жизнь. Спустя три десятилетия 30-километровая зона вокруг атомной электростанции остается непригодной для проживания из-за сильного радиоактивного загрязнения. Ликвидаторов аварии по праву можно назвать настоящими героями, которые, рискуя собственными жизнями, подарили многим надежду на завтра.